В Гомеле прошло святошное мероприемство, присвященное дню заснования Белорусской молодежной громадской организации выритовальников пожарных. Коллектив пополнился новыми учебниками, а самые активные в его деятельности отримали подарки. Наши корреспонденты завитали на свято. В городском центре культуры собрались лучшие юные выритовальники Гомельщины. К этих юнаков и учатся, работники МНС, следят своими помощниками. И они принимают самые активные уделы в профилактичных акциях и навучении от находков правилам безпеки. К нам пришла руководительница Олеся Александровна и позвала нас на слет. Это был слет, республиканский слет юных спасателей пожарных. Я занималась медициной, и это, конечно же, непередаваемые эмоции, когда ты понимаешь, что у тебя что-то получается. Особенно, когда ты идешь на сам конкурс, это волнительно, но очень интересно и захватывающе. Первый раз почувствовала слезы радости, когда давали место, когда награждали. Много с детьми знакомилась, с другими. В многих областях появились новые друзья. Ну, счастье, радость большое. Много эмоций, такой эмоций, хорошие очень. Большую пропаганду проводила, помогала познавать новое. Очень много детей в моей школе подготовленной, мною когда-то. Занимали места призовые. В этом году я опять же готовила команду на областной, тоже были бронзы. На школе безопасности девочка у нас проходила. То есть, ну, я сама готовлю, теоретические знания передаю, но спасать пока что не приходилось. Под час урочистого схода у широкий Белорусской молодежной громадской организации вырятовальников пожарных приняли 11 девчат и хлопцев. А самые активные у ее житти подлетки отримали у знагороды. Отзначены были так само их батьки и наставники, которые унесли вклад в оформление культуры безопасности життедейности подрастающего поколения. До речи, начальник Гомельского областного управления МНС и сам ЮНАЦТВ был дельником подобной молодежной организации пожарных. Было у нас тогда Белорусское добровольное пожарное общество, сейчас оно точно так же развивается. И, конечно же, мы ходили на выставки, но сейчас это очень массово, практически в каждой школе есть. Поэтому, наверное, у наших современных детей есть то, чего не было у нас. Нашей молодежи я хочу, конечно же, посоветовать о том, чтобы все, что залаживается сейчас у них в школе, шло с ними по жизни и на протяжении всей жизни. Для гостей свята так само працавали забавляльные, эдукационные и интерактивные пляцовки. Кожный ожидают, что мог проверить ведание, правила обеспеки и деяния у надзвучайной ситуации. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадио-компания Гомель.